всем доброе утро на улице вообще кошмар творится дождик вот я такая вот вообще с просони вот поэтому девчонки вы меня уже наверное видели такой и я думаю что вы не испугаетесь моего такого вида вот сегодня у меня влог и домашний влог потому что много девочек писала что наташ мы действительно скучились по тем блогам рассказом косметики что ты купила какие-то твои отзывы о чем ты и я действительно понимаю что давно у меня не было таких логов потому что практически две недели я вообще не была на канале вот последнее видео которое вы видели это было видео с моих поездок с турции вот я надеюсь эти влоги вам тоже понравились потому что как бы я писала их с надеждой на то что вам действительно понравится вот сейчас самая главная задача это пойти принять ванну и наверное разбираться дома потому что дома ужасный бардак у меня вообще кошмар дома вот поэтому надо убираться дома разбираться вот так же мне нужно съездить на почту мне пришло какое-то извещение я уже так давно не получала извещение что я даже уже боюсь что же это вот так что девчонки сейчас будем все по ходу делать завтрак уборка вот но самое главное что влог начался и оставайтесь сейчас моя комната находится вот в таком вот ужасном убитом состоянии значит объясняю почему вот эти вот все игрушки валяются на рабочем столе значит здесь у нас вообще непонятно что на кровати творится тут халат все какое-то скомканное тут у меня стоит вообще чемодан мой второй чемодан с которым ездила моя подруга на мне его вернула вот посмотрите тут подушки на полу на полках девчонки ужасное пылище у меня вообще сумасшедшая в общем комнате надо убираться наверное в принципе как и во всей квартире самое главное что вот здесь на подоконнике у меня каким-то образом оказались различные сумки пакеты в общем все это надо убирать поэтому и сейчас у меня будет такой реально день уборки начнем мы с этого ну конечно же после завтрака вот уже готовый результат вам покажу обязательно покажу что я не халявщица что я все убрала что сейчас мы будем завтракать я очень люблю начинать завтрак именно с кофе причем именно люблю так вы знаете кофе капучино латте что-то такое кофемашинка наливает очень вкусное кофе делает вообще девчонки невозможное кстати кофемашинку у меня нас кафе дольче густо обалденная вообще вот я уже несколько лет не пользуюсь я нарадоваться не могу кофе получается очень вкусным насыщенным бесподобным таким знаете прямо действительно хорошим вкусным потому что даже после некоторых кофемашинок таких самостоятельных кофе бывает получается не очень вот здесь вот прям обалденная то есть вот так вот спокойно вынимается отсюда капсула вот отсюда вот и получается вот такой вот у нас молочное очень вкусное кофе на самом деле кофе обалденно я дикая сладкоежка я обожаю утро начинать со сладкого я не знаю почему у меня брак какой-то заряд такой очень позитивные вообще как бы утром сладкое можно поэтому вот такой торт для себя открыла эстерхази очень вкусный он такой вот обалденный вообще очень очень вкусный девчонки знаю кто сидит на правильном питании кто не кушать сладко я конечно вас травлю кто сейчас вместе со мной завтракать тому желаю приятного аппетита и давайте начнем заряжаться так ну что девчонки как и обещала все убрала показала в общем все у меня сейчас тут убрано единство что на диване лежит вот эти много сумок это просто приготовила то что шкаф убрать тут тоже все чистенько в общем уборку я сделала давайте вам наверно покажу свои какие-то незначительные покупки которые давайте наверное первым о чем поговорим я себе привезла вот такое вот молочко от невея это у нас баттера можно так назвать по моему маслом карите и миндальным молочком в общем с чем-то а таким с масла какао девчонки это такой запах невероятный просто плавно просто перешла на пол в общем девчонки вот такое вот молочко просто офигенское от невея очень вкусно пахнет очень крутая текстура у нас нигде я в россии такого не видела там просто нашла купила и спасалась им после загара вот когда загорела и ну на солнце загорала после этого кожа конечно же тянула мой крем которая с собой брала он закончился обязательно в пустых банках вам расскажу я купила этот и вообще он обалденный он шикарный ночь вкусно пахнет кстати я свои ногти все можно сказать не то что сломала но я сломала несколько ногтей и в итоге я их все отпилил и сделала вот такими квадратными так что теперь у меня маленькие короткие ноготочки да дальше девчонки что я еще купила вообще на самом деле я себе себе ничего особого такого и не купила а то что купила это вообще было смешно я купила себе офигенный туалетного дриана вот купилась какие-то безделушки себе пистолете я забыла этот пакет там но это вообще просто я не знаю как можно было это же наташа она может все да конечно же я купила себе вот такой вот крем оливковый это турецкий крем арканет ничего не знаю потому что здесь написано все половина на турецком я единственно могу показать вам его консистенцию он вот такой вот зеленоватый натуральный оливковый прям пахнет оливками прям вот оливками оливками никаких отдушек ничего там нету прям вот да вот оливка очень понравился он очень густой опять же его будет классно на зиму против сухости кожи и очень будет круто летом на загар когда кожа тоже сохнет от солнца обалденный крем очень мне понравился безумно надо что-то было турецкое купить в принципе дело сделано купила так конечно же я тут еще себе накупила всяких таких вот жвачек жвачек турецких жвачек вот это вот вообще открыла посмотрела она прям пахнет корицей корицей я не особо люблю жвачки с корицей поэтому отдам папе там кому-нибудь он любит вот такую вот мятную купила вот эти вот вот это вообще какая-то она эти ночью вкусная изначально вообще обалденная а потом вкус моментально пропадает эти еще не открывал не пробовала еще вот одну такую пачку только уже какую-то голубенькую тоже уже почти съела остались у меня еще магнитики я еще не раздарила до конца на холодильник уже повесила это марморис там где я отдыхала такие вот прикольные магниты еще у меня остался вот такой вот марморис и есть у меня еще вот такой это я была в эфесе вы все видели вот такой вот эфес я хочу родителям отдать кстати я купил себе вот такой вот крутой полотенец смотрите марморис он такой милый девчачий прямо вот все как я люблю марморис турция на кухню на кухню его купила буду им вытирать свои ручки так и еще конечно же я не могла обойтись без вкусняшек домой именно себе я купила вот такую баклава называется это баклава не пахлова а баклава с грецким орехом это известная турецкая сладость я еще не открывала на даже в пленочке безумно интересно посмотреть попробовать но я надеюсь что она мне понравится еще одна сладость вот это вот просто мега вкусно я еще пробовала в турции на дегустации нам давали попробовать разные сладости вот эту вот я попробовала купила в общем это такой лукум даже тут по-русски написано шоколад для султана он очень вкусный невозможно вкусный обалденный просто вкус такое вот знаете реально внутри такой шоколад причем натуральный и эта фабрика доктор лукум причем это сладкий мужчина мармориса вот у него своя фабрика то есть его так называют самый сладкий мужчина мармориса и него вот свое производство а сам лукум выглядит вот так я вот его тут даже прооткрыла немножечко сейчас вам покажу кстати даже была палочка для лукума мало ли так взять вот так вот это все выглядит девчонки как это вкусно вы не представляете это просто божественно камера не хочет фокусировать вот этот прослойки коричневый это настоящий шоколад с чаем когда пьешь шоколад тает вкус бесподобный во первых все очень круто в коробочке прям здорово конечно не из дешевых сладость но я посчитала что для себя любимый надо что-то такое про вкусно и еще девчонки поделюсь с вами своими впечатлениями я вот брала с собой продукты вы видели у меня влог собираем как я собиралась поездку в общем два продукта из них мне очень не понравились и один очень наоборот понравился даже не ожидала то есть пойдем наверно с хорошего все узнают вот эту водичку с уэс мне эта вода безумно понравилась классный от нее эффект я прочитала в содержание вот в составляющие и спирта я здесь не нашла хотя мне девчонки писали что здесь содержится спирт я его не нашла может быть я слепая я ее использовала на лицо на все тело она мне безумно понравилась она меня действительно спасала от пересушивания кожи я ее брала с собой и на пляж постоянно и брызгалась и также я и наносила ее в номере просто на все тело подряд вот от всего флакона это все что у меня осталось я так думаю что в любом случае я ее до использую конечно не сейчас уже а следующим летом обязательно ее там возьму куда-нибудь с собой либо в поездку опять до использую в общем ни капельки не пожалела что купила эту воду и наносила на лицо ничего страшного со мной не произошло поэтому не переживайте 45 рублей фикс прайсе вот такой продукт поэтому в принципе могу ее вам посоветовать и два продукта которые мне не очень понравились они мне разочаровали но один у меня такой такой знаете смешанные про него смешанное чувство про него потому что я говорю о таком дезодоранте дионика я его показывала в покупках изначально он мне даже понравился он приятный затем не имеет аромата это очень круто он не перебивает никакие ароматы но в жаре в жару он вообще не справляется во первых он оставляет белые пятна вот например я им на его нанесла и потом одела платье любого цвета белые пятна гарантированы сто процентов вот и им конечно вообще не справляется потому что я чувствовала что я потею после него не знаю в городе я в этом сейчас использую потому что нас холодно как бы нормальный эффект но в жаре он вообще ничего поэтому девчонки я не знаю если для более холодного времени года может быть но пятна он оставляет поэтому я такой точно больше не куплю и не то что он прям не очень понравился но так тоже это вот я говорю о таком средстве от гарнир экспресс лосьон два в одном него присылала инночка в посылке ин спасибо тебе огромное на самом деле средство оно может быть классная я больше больше того скажу меня любит его очень мама но я поняла что маслянистые маслянистые средства такие два в одном это не мое не для моей кожи поскольку хоть у меня кожа и сухая нормально склонна к сухости но вот такие средства опять же не мое опять же я пользовалась им в сильную жару когда была в отпуске может быть здесь при этом климате при холодном мне он подошел бы но я не буду уже знаете экспериментировать я его просто подарю маме потому что мама у меня очень любит такие двойные двухфазные тоники экспресс лосьоны для снятия макияжа маслянистый она будет довольна я точно знаю потому что нужно как таким даже пользовалась мне немного не подошел я думаю что даже если не подошел мне что ну то что скорее всего вероятно не подойдет конечно комбинированной жирной кожи это прям сто процентов вот а так опять же продукт я думаю что неплохой но и макияж он не снимал не очень хорошо то есть действительно я очень долго терла глаза от этого мне было больно и кожа была раздраженная загоревшая поэтому как бы вот отправляю мамульки я думаю она будет довольна вот я сейчас буду делать макияж превращаться из такого чудовища ну не знаю получится это или нет в красавицу поэтому тут передо мной целый вообще хлам косметики давайте наверное сейчас накрашусь вы посмотрите уже готов результат что вот было то что было после и расскажу вам какие продукты я использовала кстати вот мой хлам косметики ну как сказать хлам моя маленькая кучка в принципе все что получилось не стал я заморачиваться на самом деле обычно накрасилась ну в общем давайте покажу для начала я конечно же использовала вот эту вот основу вот фаберлик потому что девчонки она очень классно увлажняет я даже не пользовалась никаким кремом не тональным не увлажняющим а просто после того как я умылась и начала красить и я нанесла вот эту вот основу очень классно конечно же я наносила основу на глаза от эйвен вот это вот мою любимую основу она очень крутая но я уже много раз вам про нее говорила нам не безумно нравится в общем классная основа вот и потом я как вы видите нарисовала стрелки стрелки я рисовал как всегда моей любимой подводкой я заказывал ее с ebay в черном оттеночке вот в таком клевая подводка вообще обожаю ее и наносила я ее вот этой вот кисточкой очень узкой такое прям узкой узкой вот видите рисует она очень круто вообще но будьте опять же аккуратнее с этой подводкой главное не она очень быстро сохнет поэтому с ней главное я как всегда не могла обойтись без вот этой вот сыворотки эта сыворотка от эволайн очень не нравится вообще безумно я вам тоже я уже показывал леночка мне высылал лент спасибо большое вот я не знаю удлиняются у меня с ней ресницы или не удлиняются но мне просто нравится сам эффект что ресницы становятся какими-то такими знаете тверденькими такими классными не знаю мне прям нравится и тушь от faberlic она у меня уже почти заканчивается поэтому все она уже сухая скоро пойдет уже через два дня наверное пустые банки в общем то использую ее и уже точно дальше а дальше все как бы я расчесывала брови вот такой вот кисточку очень люблю я тоже от наборчик из сэбэя я заказывала и также наносила теньки от айчендэм такие любимые вот они наносил их вот этой кисточкой тоже из наборчика который тоже заказывала с эбэй моя любимая скошная большая кисть очень ее люблю вот и пользуюсь вот этим сейчас оттенком темным потому что светлый уже закончился ну так я не знаю может быть они конечно опять же темновато выглядят при моих волосах но в принципе ничего это все что я использовала никакой не тональной основы ничего вообще не пользовала решила сегодня без этого просто пока кожа более-менее в хорошем состоянии оставила ее так и знаете чё девчонки я вам хотела сказать а пока я была в отпуске я разочаровалась в креме от чистой линии это вот биби крем я в нем разочаровалась честное слово в общем он мне вообще не подошел а именно вот того что было очень жарко у меня на коже знаете вот от этого крема составлял такой дискомфорт непонятно я даже не понимала сама в чем дело то есть он вроде положиться и тут же вот знаете я даже сравнивала с подругой которая ездила у нее был биби крем только от невеи вот я нанесла его несмотря на то что очень жарко ничего не было с моей кожей ну да как бы чувствовал что кожу и чем-то закупоривала но нет такого и какого-то такого эффекта непонятно то есть нормальная крем питался кожу но вот вот этот крем у меня вообще вы знаете я его только нанесу и меня такое ощущение что я какой-то тонны чего-то такого липкого стягивающего нанесла и кожа просто это на потела она пробивалась через эти поры в общем мне не подошел опять же именно вот жаркую погоду этот крем для меня прям вообще никак я его конечно же оставлю я буду им пользоваться может быть в холодное время года потому что как бы кожа сухая и чтобы там ее тоналками не захламлять буду использовать вот такой вот легкий биби крем от чистой линии но теперь знаю точно что как бы ну не очень мне подошел а плюс еще от того что очень было жарко знаете вот этот вот аромат вот этого тухлого пиончика или розы я не знаю как назвать в общем тут не очень приятный аромат я вам говорила он прям вот у меня на кожа носился так долго я его чувствовала что прям хотелось это смыть так что конечно вот в холодных условиях крем он мне ну как бы нормально подошел а вот в жарких условиях как то что девчонки и да еще немножко мои болтовни многие спрашивали меня в какой отель я ездила и могу ли я его посоветовать вообще что и как я скажу вам так у нас было заявлено как четыре звезды назывался отель мектаб мектаб family hotel вы знаете я от него вообще не в восторге я его наверное никому не посоветую потому что я ездила очень много путешествовала по европе и жила в трешках совершенно обычных я вам скажу обычные совершенно трешки по европе намного круче чем у меня был вот этот вот четверка потому что в принципе там неплохо там хорошая территория хорошее бассейн горка есть то есть там приятно отдыхать находиться именно вот как бы на территории отеля потому что территория небольшая очень уютная что касается еды ну вы знаете конечно все однообразно очень но в принципе нормально кормили я не скажу я вообще так как бы ну не тот человек который привередничает может сказать в еде мне все в принципе нормально у нас было все включено алкоголь вообще конечно отстой полный вы простите меня это ужас не пейте алкоголь в ваших отелях потому что это реально разбавленная какая-то ботяжка не знаю как это назвать в общем все что я там пила я даже не пьянела ну в хорошем смысле потому что я понимала что я пью разбавленное что-то поэтому мы там очень редко пили алкоголь в принципе вообще не пили если только какое-то сбрали знаете пиво может быть это пиво тоже как будто бы тебе разбавили и принесли просто пиво с водой наполовину вот а сама еда на принципе была неплохая не считая того что очень все однообразно и поскольку отель небольшой и кажется когда на ужин собирается народ это какое-то вообще у нас уже шоу было то есть каждый вечер когда мы приходили ужин занимали за полчаса стол потому что потом ты просто не сядешь и ровно в 19.30 когда начинался ужин просто вот такая вот огромнейшая толпа летела вся то есть мы буквально там еще полчаса ждали чтобы потом пройти и прождать все это толпу в общем очень было смешно вот атака уборщица вот что касается уборок отеля это вообще это ужас полный я говорю я даже в трешках такого не встречала потому что нас убирались это знаете просто пришла помахала тряпкой ушла постель может быть один раз меняли за весь отдых я не знаю ну в общем полотенце меняли только тогда когда я уже вот девушка вы меняйте полотенце пожалуйста ну то есть в общем не понравился мне сервис вообще ужасно сами турки кто работает в отеле ужасно приставучие и знаете они ведут себя вот прям вот ну я думаю что в хороших отелях например в каких-нибудь клевых пятерках так персонал себя не ведет здесь просто очень-очень много если вы соберетесь вдруг в турцию и вам предложат мектаб фэмили хотел запомнить это слово девочки я вам не особо советую а те кто как бы не приверженится наверное того что прям хороший клевый отель тут пожалуйста потому что я сама в отеле очень мало времени проводила если только бассейна там ближе к вечеру после того как уже накупаешься на море ну и ужинать завтракать обедать все вот поэтому как-то так я наверно буду прощаться с вами закончен этом свой влог я надеюсь он вам понравился немного мои болтовни я снова опять вернулась и будут такие влоги спасибо вам огромное что все это время вы мне писали вот напоминали о себе что вы у меня есть мне было очень приятно я даже поездках файфай у меня правда не очень там ловил я видела все ваши комментарии когда я выложила первый влог в общем было очень приятно спасибо вам огромное я всех целую пока пока